Мы жизнь свою проводим средь людей, латая души современных механизмов, и не торгуем в храме без затей, и не приемлем правил формализмов. Лаборатория автомобильной диагностики предоставляет вам диагностику европейских грузовиков и автобусов. Добрый день, мои дорогие! Сегодня у нас на выезде КамАЗ 5490. Работаю я с этим автомобилем. Заявленный пробег там что-то то ли 170, то ли 150 тысяч, сейчас не помню. Но машина вроде бы как с родным пробегом. Но приеду, посмотрю, вам покажу. КамАЗ NEO 2018 года, правые передние колесики остаток процентов 40, есть уже кое-что выдранное. Тормозные диски достаточно мало походили. С левой стороны тормозной диск, аналогичный как и с правой. С левой стороны остаток резины процентов 40. Запасное колесо. Другое совершенно не в цвет. Задняя резина. Остаток поменьше, процентов 20. Задняя резина с левой стороны. Лысая можно выкинуть. То есть не с левой, а с правой. Лысая можно выкинуть. Редуктор заднего моста не вскрывался. Реактивные тяги, штанги в более меньшем состоянии. Кардан не откручивался. Коробка аэстроник. Вин номер хорошо читается. Ну а масляные подтеки это посмотрим откуда. Трехлистовая передняя рессора. С левой стороны обычно бачок гидроусилителя у них течет, как правило. Он и течет. Все стабильно. Вот не могут они сделать что-нибудь человеческое, чтобы не текло. Обязательно нужно, чтобы что-нибудь текло. Турбина сухая. В патрубке интеркулере развод масляный. Это зачастую бывает при большом регламенте, а у них 60 тысяч пробега. Во всасывающем патрубке интеркулера, который идет на всасывающий коллектор, тоже масляный развод. Левый, правый лонжероны подкабинные целые. И герметик там серый какой-то интересный. Причем такой рукотворный. Так, что там за герметик интересный? Вот он он. И здесь все в герметике промазано. Все швы промазаны здесь под кабиной. Это уже сами делали. Генератор родной стоит. Внизу подтек только с левой стороны, где бачок гидроусилителей. Больше, в принципе, ничего не видно. Понятно. Тяги рулевые не менялись, не снимались. Все стоит родное. С левой стороны усилитель бампера целый. Повреждения не имеет. С правой стороны усилитель бампера целый. Повреждения тоже не имеет. В кабине с правой стороны дверные петли не снимались. С правой стороны дверная рамка. Повреждений не имела. Следов ремонта не имеет. Шильдик на заводской клепке. В кабине смотрится вот так. Сиденье водителя без дырок. Пассажирское тоже. В принципе, салон вполне себе чистенький. После химчистки красивый. С водительского места. Он смотрится вот так. Тахограф. И даже чек есть. Это хорошо. Аккумуляторы уже не родные стоят. Не его. Что там в банках плавает? Банки покоробило и здорово. Можно выкинуть. А здесь. Он даже еще и кипит. Надо же. Аккумулятор можно в помойку выкидывать. Это не с него. Это поставили, чисто отдали. Так. Посмотрим. Да. Живой. Дышит. Пробег. 157 тысяч 0,43 километра. Низкий уровень охлаждающей жидкости. И больше он ни на что не ругается. Ну что, пробуем? А нифига. Еще разок. Запуска нет. Нейтралка стоит. Нет. Нейтралка стоит. Нет. Так. Люфт. Люфта нет. Пусть греется стоит. Контура воздушные по 5 бар держит воздух. Но дизельного топлива маловато. Может быть и не хватит. Кто его знает. Надо нагреть его. Посмотреть. Тахограф. Так. Тахограф. Водитель не нужен. Другой не нужен. Автомобиль. Да. Суточные данные не нужны. Происшествия не нужны. Превышение скорости не нужны. Технические данные. Распечатка. Так. Смотрим. Восемнадцатый год. 26. 11. 18. В конце года. Начало эксплуатации. В конце восемнадцатого года. 2320 километров. 19.02.21. 223. 229 тысяч 376. И смотан пробег до 157 тысяч. Вот. Смотали. Проградаем. С левой стороны доверные петли навеса не снимались. Дверная рамка следов повреждений не имеет. Нижний Новгород. Россия. ИП Пушкарёк. Понятно. Фонарик уже битый Сюда будет протекать вода И фонарик будет замыкать С правой стороны С левой стороны целый Дата изготовления 10-е, 09-е, 18-е Обалденно Номер другой указан Левая задняя сторона кабины В точечной сварке Правая задняя сторона кабины Тоже в точечной сварке Следов повреждений не имеет Ну и вверху все нормально Коробка, я уже сказал, аэстроник Жгуты Все находятся в заводской упаковке Здесь ничего не разбиралось Защита Висит Сидельное устройство Ну и здесь ничего не снималось Все девственное Ну а так в принципе Все неплохо, кроме смотанного пробега Я не понимаю, зачем это было делать Досматывать такое маленькое количество пробега На лобовом стекле Какая-то шторка еще дополнительная висела Липучки остались Ну вот так вот Сделаем диагностику Сейчас посмотрим Аккумуляторы разряжены в хламину Просто в хламину В ноль Прикуривали Поэтому там допустим Балансировку цилиндров Я в последнюю очередь посмотрю Боюсь, что потом Не завести машину Автомобиль прогрелся Смотрим набор оборотов Поехали Обороты полные Так Блок управления двигателем Да, без переходника Давай, родной Блок управления двигателем Диагностика Смотрим Уровень от Blue Является слишком низким Ну это понятно Его там и нет И ошибка горит Информация о системе Данные блока управления Так 5034 моточаса Умножайте на 50 Ну приблизительно Равняется Вот этому вот Смотанному пробегу 200 Почти 30 тысяч километров Так оно и есть Дата изготовления Измеряемые параметры Выбор параметров Выбираем все Напряжение батареи Это понятно Она у нас в халамину Разряжена Так Обороты двигателя 604 607 Ну почти Почти ровные Температура Охлаждающей жидкости 52 градуса Маловато будет Но у нас и топлива мало Рискуем сильно Давление наддува 988 Добавляем оборотиков Смотрим Как будет расти Или не расти Проваливается Падает Сначала Полное давление Турбины Здесь все нормально Давление масла 3,1 бара Но сейчас Вот 3 бара Прыгает 3,1 бара Нажимаем На педаль газа 5 бар Максимальное давление Двигатель еще Не сильно нагрет Считайте При 50 градусах На двигателе На холостых Трешка 3 бара давит Опережение Впрыска Нормальное Температура Топлива 27 Ускорение По цилиндрам Это ПЛД секции Насосные Смотрим Нормально Все ровно Низкий уровень Охлаждающей жидкости Ошибка Но это он и на панельке Пишет И вымыватели Заодно тоже Коробка Айстроник Смотрим Что там у нас есть Неисправность ЕПРОМ Ошибка доступа Но это после перепрограммирования Было Отключение Коншин Трансмиссии Нет сигнала Шина передачи данных Система регулирования скорости Нет сигнала Коншина От тормозной системы Нет сигнала Шина передачи данных Угловой скорости колеса Тормозная система Сообщение об ошибке Все по одному разу Кроме ошибки ЕПРОМа Это когда была перепрограммация Информация о системе Данные блока 18-й год Дата изготовления Измеряемые параметры Выбор параметров Ну и посмотрим Теперь балансировку по цилиндрам Из неприятностей по автомобилю Я бы поменял заднюю резину Потому что одна сторона вообще лысая Одна Остаток процентов 20 максимум Промывка бака от Блю На лобовом стекле Вон точечка Попал камушек И здесь есть попадание камушка Вот Замена аккумуляторов Потому что они в хлам Осыпавшись Это уже можно менять Ну и пробег конечно нужно восстановить Который скорректировали Там порядка 75 тысяч сбросили Балансировка цилиндров На холостом ходу Цилиндров Смотрим Обороты ровные Значения везде нормальные Ну и соответственно Есть подтек в интеркулере После турбины Не часто меняли масло Надо все таки сделать регламент нормальный Все это промыть Обслужить машину правильно Ну и в итоге Что с этим автомобилем Пробег скручен приблизительно на 75 тысяч километров В 2021 году В феврале месяце Это раз Есть масляные разводы после турбины В патрубке интеркулера Это скорее всего Это скорее всего от длинных регламентов По прохождению технического обслуживания На Камазе это умещается в 60 тысяч километров А нужно делать приблизительно 35-40 тысяч Масло стареет Начинается заброс масла через полость Через турбополость в интеркулер Это два Третье Замена задней резины Потому что с одной стороны она вообще лысая А с другой стороны остаток уже маленький Это три Замена запасного колеса рулевого Оно не в цвет Это четыре Значит Можно поменять лобовое стекло Там есть два скола Они дальше пойдут Это пять Соответственно полное ТО С заменой фильтров И масла в двигателе Это шесть Хорошо бы пробег скорректировать в обратную сторону Чтобы больше к этому не возвращаться Кошмару Это семь Ну и у машины частый сброс воздуха После того как она накачивает Контура Это скорее всего будет замена Четырехконтурного крана Это возникает как правило Неисправность От не слишком частой замены Фильтра осушителя Заменить задний кронштейн Крепление пластмассового крыла Он там лопнутый Его там пытались заварить Но заварили так Знаете Накакали можно сказать И запуск автомобиля будет Порядка 200 тысяч рублей Хотя год достаточно свежий Но машина в принципе в нормальном состоянии Вложить 200 тысяч И она поедет Но продают этот автомобиль За 3 миллиона 750 тысяч Ребята Вот так вот растут цены Как грибы Ну а на сегодня все Всего доброго Спасибо за внимание Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова